то есть шторм это имба просто имба вообще какая жесть я уже прикинул пару составов и посмотрите просто протас замечательно сражается с зергом которого больше он отлично побеждает естественно так и должно быть потому что протас имба и и сегодня мы узнаем какой юнит у протасов самый имбовый какой состав юнитов у протаса может оказаться реально самым имбовым всем привет с вами ted вы видите перед собой ничто иное как все юниты протасов кроме маза шипкорг что мы сегодня разберем мы немножко по приколу немножко не по приколу вот на днях я выпустил ролик про то жалуюсь на то что алекс 007 говорит что протаса имба это как бы не совсем так и он выжил много споров и всего остального но опять же я не пытаюсь претендовать на какую-то стопроцентную правду или еще что-то хочу лишь математически проверить все и доказать мы видим перед собой всех юнитов про то как я решил поступить большинство про геймеров когда играют они руководствуются только тем что реально происходит в игре что может происходить что делают другие соперники и подстраиваются под вот эти все события потому что хотите вы того или нет в starcraft 2 очень решает ваша механика то как вы в принципе сами способны физически нажимать на кнопку и про геймерам приходится уделять больше времени конечно же практике чем теории а мы попробуем копнуть чуть чуть глубже специально для вас и для себя потому что мне это реально интересно я решил сделать табличку в excel все как обычно и мы на ней будем разбирать про то обязательно послушайте посмотрите до конца чтобы можно было потом на каждую из вот этих моих принципов идей пообщаться в комментах и я всем всегда отвечаю как минимум стараюсь и если вам интересна такая вот классная полноценная аналитика всех юнитов на данный момент мы будем рассматривать протасов то потом я хочу сделать такой же за терранов и за зергов поэтому просто поддержите ролик лайком и просмотром до конца оставьте комментарий в конце и вас ждет крутая таблица за терранов соответственно и зерга я выписал в столбик слева который у нас всех юнитов татуса которые есть и какие-то их вариации то есть к примеру у нас идет адепт потом адепт против легких я пытался всех их распределить так чтобы реально можно было оценить очень конкретно каждый как бы тип атаки и все остальное нас есть адепт адепт против лёгких единиц адепт против легких плюс и ад ап плюс что значит плюс это значит что он с апгрейдом потому что Апгрейд изменяет характеристики этого юнита. Такие апгрейды, как Blink, конечно, мы здесь не можем учитывать. Также здесь не учитана пассивка Immortal. Ее мы будем держать в голове и просто иметь в виду, что да, Immortal может быть немножко лучше по жизни. Кстати, таблицу можно скачать по ссылке в описании, конечно. Итак, к каждому юниту у нас есть столбец цены этого юнита. Таблица, кстати, длиннее. Я ее просто сократил вот так на экран, чтобы было удобнее смотреть. И, наверное, вот даже так я ее сокращу. И справа у меня система оценок CBAS. Вот такими цветами мы будем оценивать. Вот, дальше у нас цена по газу идет. Дальше у нас идет Attack Speed. Это не полнейший Attack Speed, это Weapon Speed, то есть скорость, с какой юнит наносит каждую атаку. К примеру, адепт без апгрейда наносит каждую секунду .61. Секунды по атаке. Потом, сколько хп у юнитов, сколько у него очков жизней. Потому что это важный параметр. Понимать, сколько в армии у вас есть вообще жизней в общем плане. Какой он наносит урон, соответственно, против легких 22, так 10. Поэтому мы адепта поделили. И здесь дальше ДПС. Ну, потому что важный параметр, когда идет большая битва, огромная битва армии, очень важно просто, какой ДПС наносит юнит, а не какой у него конкретно урон, по какой цели. Потому что в большой битве вы вряд ли сможете каждым адептам наносить урон только по легким единиц. Какие-то адепты будут в любом случае атаковать, к примеру, мародеров, а они не являются легкими. И дальше самое главное. У нас идет расчет эффективного хп за минерал, эффективного ДПСа за минерал и то же самое за газ. Хп и ДПС за газ. То есть мы берем, по сути, сколько мы за каждый минерал получаем хп в нашу армию. И сейчас мы будем разбираться, какие у нас есть интересные, так сказать, идеи здесь. Что можно здесь заметить. Таблицу я всю не смотрел до этого ролика. Я сейчас пишу все вживую и сделал это, потому что я сразу же, почти когда я ее начал делать и ничего не анализировал, уже нашел приколы. К примеру, адепт имеет ДПС 0.06. Это очень низкий ДПС. Он меньше, чем у сталкера за минерал. И у адепта с апгрейдом уже появляется ДПС больше, чем у сталкера. Ну и, собственно, здесь демонстрация того, как примерно это все работает. Как вы видите, адепты катастрофически победили сталкера. Да, их больше, но по ресурсам затратам их меньше. Зато такой же бой, если у адептов не будет апгрейда на скорость атаки, закончится катастрофическим поражением адептов. Что как раз и показывает таблица. Так как эффективные ХП плюс-минус похожие, но по ДПС адепты без апгрейда проигрывают сталкерам, а с апгрейдом выигрывают. То есть именно таким образом можно по этой табличке понять, кто реально там сильнее, слабее. Вот плюс-минус. То есть нужно брать все, конечно, в рассмотрение. Ну, вот так вот. Затем я заметил очень интересную вещь. Что вообще ДПС адепта самый низкий вообще за всех юнитов протаса. Даже ниже дисраптора, у меня здесь два дисраптора. Этот дисраптор, у которого ДПС 6.9. Это я его посчитал его урон за его кулдаун атаки. То есть каждую 21 секунду он способен нанести 145 урона. Конечно же с плэшем, то есть это нужно еще учитывать. Но если мы вот берем, что он стреляет какого-то одного юнита, то его ДПС чуть-чуть выше, чем у адепта. И самое главное, у Сентри ДПС на 20% больше, чем у адепта. Конечно же Сентри не выиграют адепта в сражении, потому что Сентри является легким юнитом. И нужно смотреть уже адепт против Лайта. У него намного больше ДПС, чем у Сентри. Но это забавно. То есть если мы сражаемся не против легких юнитов, лучше армия из Сентри, чем из адепта. Того же самый большой ДПС. У дисраптора, если считать, что он за свои 2 секунды, пока его шарик должен выстрелить, наносит вот урон, получается естественно у него. Дальше у нас идёт и Мортал, и Вайдрейс, включённым лучом против бронированных юнитов. Но не всегда же против нас бронированные юниты. То есть должен быть кто-то ещё. И это Дарк. У Дарка самый большой ДПС. То есть если просто взять его атак спид, его атаку у Дарки очень-очень мощные. То есть мы берём вот 16 Дарков против 20 мариков, 5 мародёров. Давайте ещё мародёра добавим. Давайте сделаем 51 лимит Терана. Просто имба, вообще. Какая жесть. И именно так можно пользоваться табличкой. То есть можно найти реально жёстких юнитов. И сейчас мы с вами этим займёмся. Естественно на то, чтобы создать табличку, уходит какое-то количество времени. Это не супер быстро. И чтобы поанализировать, тоже нужно время. Поэтому, ребята, поддержите лайком. А для вас это пролетит очень быстро, потому что всё будет замонтировано. Итак, как мы поступаем? Я сортирую по возрастанию. Эффективное ХП за минерал. И начинаю выдавать очки. По 4-бальной системе. То есть вот меньше 1.10, я думаю, это у нас будет очень слабо. То есть от 1.10 до 1.3, я бы поставил, что это, наверное, достаточно нормальное количество. И смотрим по убыванию. По убыванию у нас, получается, идёт больше всего эффективного ХП за минерал, конечно же, у Арконта. И с Интри, потому что они стоят очень мало минерала. И дальше у нас идёт Зилот. Я считаю, что, в принципе, на этом мы, наверное, составим S-рейтинг. То есть, причём в S-рейтинг мы вряд ли будем включать с Интри, потому что... Ну, а почему не включить? Да, то есть у неё реально много эффективного ХП за минерал. Почему бы не включить? Не будем страдать ерундой. Вот. Это у нас S. Это самый лучший. То есть у Архона, который сделан из Хайтемплеров, Архон-Аш, и Архон-Д-Аш, который сделан из Дарка плюс Хайтемплера, лучшие показатели эффективного ХП за минерал. То есть вот это всё у нас будут среднячки. Это будет А-класс. Такие хорошие юниты. Всё, мы получили табличку. Показываю вам, там она как ниже выглядит. Она ещё ниже, там синенькие есть. Ну, типа, это неважно. Можете потом её посмотреть в конце, скачать. Дальше мы точно так же делаем со всеми другими столбиками. Карьер 2. Самый низкий ДПС за сумму в игре. Что неудивительно. То есть карьер, у которого 2 осталось интерсептора, он очень слабый по ДПСу. Но что интересно. Карьер, у которого 7. 7, ребята, интерсепторов. То есть почти полный заряд одного интерсептора уничтожили. За цену минерала очень-очень-очень слабый ДПС. То есть 0.9 это, ну, не слабый такой, средний. Мы посмотрели адептов, они достаточно слабые. 0.06 это будет у меня С-ранг. 0.06 это будет С-ранг. Дальше остановим Б-ранг на карьере. И сортируем по убыванию. Теперь самые лучшие. Хайтемплер. Как считался его ДПС? Мы взяли урон со шторма. Он наносит 80 урона. И поделили на 3 секунды. То есть за 3 секунды он наносит 80 урона. И получили ДПС. Это самый эффективный ДПС в игре. То есть шторм это имба. Дальше дилемма. Дать ли ранг С все, что выше 0.2. Наверное, мы так и сделаем. Наверное, Зилка зацепим. 0.19 вот еще Зилка зацепим в С. В С-ранг мы зацепим. Тут дилемма, правда, не знаю. 0.2. То есть адепт против легких, либо Зилот просто. Зилот просто, наверное, мы отправим в А-ранг. Все-таки. Все-таки в А-ранг. Вот. И у нас готова следующая табличка. Следующая часть таблички. И поехали. То же самое по газу рассчитаем. Сортируем сначала по убыванию. Начнем с С-ранга. И, как видите, тут написано ДЛА. Это значит, что на 0 делить нельзя. Так как ДЛА стоит 0. Газа. Он имба и, естественно, отправляется в ранг С. И дальше самые эффективные именно ХП идут у адепта. То есть, понимаете, адепт очень... Как у него слабый ДПС, но именно танкующий потенциал у него есть. За те ресурсы, которые мы в него вкладываем, он, в принципе, в плане именно эффективного ХП за минерал желтенький. То есть, А-ранг. А здесь он красненький будет. Он С-ранг. И С-ранг я дам всем, кто до 3. То есть, до 3 это будет С-ранг. 3 ХП за минерал. В среднем это неплохо получается. Дальше все, что лучше, чем 1.5 у нас идет, это будет у нас А-ранг. Соответственно, дальше мы идем по убыванию. Все, что ниже 1.20 у нас будет, это будет С бесполезный. Все, что здесь у нас будет Б. Кстати, вам я рекомендую брать, ставить, например, на паузу, либо скачать табличку и сравнить вот здесь вот юнитов, потому что я их оцениваю относительно общей таблицы. Я смотрю на таблицу целиком, понимаю плюс-минус сколько юнитов в ней находится и выдаю так равномерно. То есть, где-то 15-20% юнитов у меня идут в С-ранг, где-то 30-35% идут в Б, потом много А и еще процентов 20 в С обычно идут. Ну, смотрю как бы на цифры целиком, но вы можете взять, не согласиться и сказать, не, вот тут стоило еще Архона добавить в С, он не очень. Поэтому ознакомьтесь, интересно ваше мнение. Вот. И сортируем последнюю табличку. Закончим опять же на адепте. Это будет у нас С. Потом Б. Ой, А точнее. А все, что выше 1.10 или нет? Кто тут у нас? Феникс. Ну, керрер точно должен в А, наверное, попасть. Он как бы хорош. Да, керрер у нас попадает в А. Потом в С у нас идут все, что меньше 0.8. Вот так вот, потому что Архонт у нас не может быть в С по ДПСу. Сколько бы он не стоил, он не может быть в С по ДПСу, я считаю. Он должен быть как минимум в Б. И все, Архона мы отправляем в Б. И наша табличка готова. Что мы теперь делаем, ребят? Мы теперь просто ищем имбу. Я скрываю вот эти С, Б, А, С. Надеюсь, вы к этому моменту запомнили. Потому что я хочу раскрыть табличку на весь экран. Все, вот эта табличка целиком. Вот я отсортировал их по Зилотам, к примеру. Точнее, по названиям с конца, с буквы Z. Но, наверное, мы будем формировать сейчас список по каждой позиции. И немножко его продумывать. Сейчас надо оценить целиком просто всяких очень классных юнитов. Поэтому показываю вам вот здесь вот такую штуку. Смотрите, Зилот. Мы сейчас берем тех, у кого много S и A. То есть чисто идеального юнита мы здесь не нашли, который бы по всем параметрам был везде в топе. Но есть Зилот, посмотрите. То есть он не стоит газа. У него очень много ХП эффективного. И у него много получается ДПСа тоже за его цену. Мы на нем ставим пометку. То есть мы ставим зеленую метку. Это значит, что это классный, сильный имбовый юнит. Зеленый это вот супер-супер имба. То есть находим в самом низу. Адепт против легких с грейдом или без грейда. Неважно. Адепт против легких юнитов с грейдом или без грейда. Как бы хорош по своим показателям. В чем проблема? Мы хотим подобрать. И мы не можем рассчитывать, что мы будем всегда сражаться против легких. Потому что, к примеру, вы видите много собачек у зерга. Вы наделали много адептов. Он вышел в мутолисков. Адепт уже не очень. Это нужно в голове понимать. Это в табличку мы не вставим. Адепт не бьет по воздуху. Соответственно адепт к нам как бы не подойдет. Окей. Он вышел не в муту, а в врачей. То же самая история. То есть бронированные юниты вышли. Адепт уже у нас становится обычным. И обычный адепт у нас имеет и С ранг. Вот он внизу. И С ранг он имеет по ДПСу. С апгрейдом он имеет Б ранг. То есть, в принципе, вот этот вот неплохой, неплохой. Есть ли у нас какой-то имбовый такой же, как сделать? Нет. То есть, дальше мы ставим зеленый. Это супер имба будет. Как вы видите, карьер, в принципе, вообще не очень. Сейчас все, кто шарит, немножко скажут. Так не, карьер же имба. То есть, он летает там, кидает интерцепторов, и они все разваливают. Нет. Карьер хорош, когда его очень много накопилось. И тогда он как бы летая, что к нему нельзя очень легко подойти, может затащить битву. Потому что бывает у соперника неэффективная армия против карьеров. Но они строятся долго, они строят дорого. И поэтому в них не выходят раньше, чем когда у вас четырехбазовая экономика. Вот. Поэтому карьеры с двух баз, их реально не стоит бояться. Они будут не так эффективны, как сталкеры. Мне, кстати, интересно, вот посмотреть, кто у нас еще есть. Оракл. Оракл очень неэффективно ХП. То есть, по жизням Оракл ужасен. По жизням Оракл ужасен. По именно ДПСу за газ, за минерал он неплох. Но мы его никуда не будем отравлять. Мы здесь просто ищем хороших юнитов. И мы понимаем, что Зилоты хорошо. Адепты хорошо. Архоны хорошо. Имморталы хорошо. ДТ Хайтемплеры хорошо. Дизраптор прикольно, но дизраптор пока нам не нужен здесь. Мы уже видим, что у нас вырисовывается. Есть ли хоть какой-нибудь воздушный юнит, который реально хорош? Чуть-чуть буквально не достал DS-ранка по моей мерке против армированных с включенным лучом. Как вот эта вот забавная тема. Вы знаете, вайдрей против армированных юнитов с включенным лучом бьет именно по эффективности газа чуть-чуть лучше, чем сталкер. И за минерал как бы в два раза лучше, чем сталкер. Но тем не менее, сталкеры все равно высокий ДПС. То есть, поэтому сталкеры вообще хороши. Какая сейчас я вижу вообще вот проблема? То есть, мы вырисовали микс. Это зилоты, хайтемплеры, дарки, адепты, может быть, имморталы. То есть, вот эти юниты, они прикольно их помиксовать. Сталкер сюда вписывается или нет? Сталкер у меня под вопросом. Точно, вот он. Темпесты. Темпесты, посмотрите, они полностью у нас идут практически состоят из B. То есть, темпесты мы не рассматриваем. Мы понимаем, что имморталы тут хорошие у нас. То есть, мы им дадим Ашку, наконец. Эффективное КП за газ у них крутое. И мы делаем имморталы плюс адепты. Либо эти штучки не участвуют в колонках. Они сбились. Поэтому сейчас я быстро переделаю. Но в целом, идея не сбилась основная. Зилоты, адепты у нас. К примеру, колосс. Посмотрите, у колосса. Только эффективное ХП за газ. Эффективный немножко ДПС за газ против легких целей. То есть, во всем остальном, он в принципе не очень эффективный юнит. Мпест у нас эффективен только против массивных целей. А вайдрей в целом, я думаю, вот если смотреть на все именно возможности вайдрей, это в среднем между B и A. С вайдрея мы поставим в B пока что. Пока что мы поставим в B. И вот что мы видим. Что у нас в... Что Зилот имба, иммортал имба, адепт очень хорош. Дарк темплар, хай темплар тоже хороши. И сталкер. Вот, чего у нас нету. Смотрите, у нас нету хорошей атаки по воздуху. То есть, сталкеры есть. Тут дилемма. Опять же, воздух добавлять или нет. Если добавлять, то это либо феникс, либо вайдрей. И тут надо думать. И у нас архон неплох. То есть, архон это, в принципе, производная из хай темплар, дарк темплар. И вот, судя по вот этой вещи, в принципе, стоит использовать их в своей армии, получается. Именно в виде не архонтов, к примеру. То есть, просто толпа дарков вполне имеет место быть. И она лучше, чем архонтов. Толпа. Вот так вот. Мы определили, что Зилот имба, и Алекс был прав. А с вами был Тед. До новых встреч. И не забывайте поставить лайк, коммент, чтобы вышло следующее видео про зергов и про теранов с точно такой же сортировочкой. Найдем, кто имба у зергов и у теранов.